Всем привет, вы находитесь на канале JustSkymanProject Сложно, наверное, выговорить В общем, меня зовут Артём Я попытаюсь вас научить за 10 минут Профессиональной ретуши фотографии А пока играет музыка Попробуй успеть подписаться А если не успел, ты проиграл Итак, я думаю, ты успел уже подписаться Давай приступим Нам потребуется перо Нам потребуется планшет Да шучу, можно и просто мышкой Что нам необходимо? Главное запомнить основные принципы Цветокоррекция, Dodge & Burn Частотное разложение Всего по порядку Итак, давайте переключаемся сразу же на экран Оп, как здорово, да? Первое, что нам необходимо сделать Это сделать еще два слоя Первый слой мы отключаем Я сначала переключусь на мышку, чтобы было удобнее Нажимаем на второй слой Точнее, на первый слой Ну, вы, короче, видите, он второй, он как бы первый Делаем размытие Размытие по гауссу Смотрим, чтобы ориентировочно было Следующим образом Чтобы мелкие детальки, они как бы скрылись Нажимаем ОК Далее переходим в самый верхний слой Нажимаем Изображение Внешний канал Нажимаем Наш второй слой То есть слой, который посередине Чтобы оттуда он брал основу Нажимаем инвертировать И самое главное Наложение Добавление Масштаб должен быть 2 Но вы можете скопировать эти настройки Нажимаем ОК Далее мы видим такую бесцветную фотографию В принципе, можете не пугаться Далее переходим в кривые И делаем вот таким следующим образом Смещаем эти ползунки к середине И вот уже нам открыта перспектива Мы можем эту неровную кожу подправить Что нам нужно для этого? Мы можем использовать штамп Можем использовать точечную восстанавливающую кисть Обычную точечную восстанавливающую кисть Берем И аккуратненько проходим А, самый главный момент Чтобы размер этой кисти был Примерно в соотношении Той неровности Либо того дефекта кожи Который нам необходимо исправить Вот следующим образом Сейчас я немножко промотаю Потому что этот процесс не особо интересен И мы начнем уже к следующему этапу проходить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так Приступаем к следующему этапу Удаляем слой вместе с нашими кривыми Делаем следующее С режим наложения этого слоя Делаем Пум-пум-пум Линейный свет Итого, что мы получаем Сразу же группируем Оп-оп Некоторые недостатки уже ушли Это здорово Но Мне немного не нравится То, что Тон кожи Чуть-чуть Не подходит В нашем варианте Что нам необходимо сделать Берем мягкую кисть На прозор Ставим 18 И нажим Тоже ставим 18 Далее переключаемся На второй слой И немного подравниваем кожу Соответственно Зажимаем АЛЬТ Чтобы взять Цвет Который нам необходим И чуть-чуть Подкрашиваем Оп Так Тон кожи Будет ровный И Все недостатки Дополнительные Можно будет убрать Сейчас я опять промотаю Потому что Это не особо интересно Поехали Итак Теперь у нас Самый основной этап Я считаю Это Доджинберн Доджинберн Продает нам Небольшой объем Сейчас я нанесу тени Вы увидите Как это делается В общем Берем Переходим сюда Новый слой Режим наложения Мягкий свет Выполнить заливку серым Ок Все Теперь у нас есть заливка серым Это основа На которую мы будем Сейчас наносить тени Сейчас я хочу Подкрасить глаза Что для этого нужно Берем вот так вот Черный цвет И подкрашиваем Все у нас получается Сейчас я отключу Хоп 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 Картинка уже становится Довольно-таки глубокой И мы сейчас Нарисуем Свет То есть Светлые участки Обрисуем И у нас получится Более объемная картина В принципе На этом можно было бы Закончить Но В дополнение Могу посоветовать Вот эти вот волосы Убирать Тем же самым штампиком Тут нужно будет сделать Нажимаем Ctrl-Alt-E У нас скопируется Весь слой Все слои Точнее Скопируются воедино Берем штамп И вот так вот Закрашиваем По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть В принципе На этом урок уже закончен Но Я буду не я Если я до конца Эту фотографию Не доделаю И не покажу вам Сам результат Что я сделал В этой фотографии Опять-таки повторюсь Даджинберн Частотное разложение И немного Цветовой коррекции Ну а так же Самое что я делаю Всегда Ну а так же Что я еще всегда делаю Так это Затемняю задний фон Чтобы объект Который я фотографирую Он Немножко выделялся И Больше было глубины В общем На этом Урок закончен Я надеюсь Я уложился в 10 минут А может даже Чуть поменьше Если тебе понравилось Это видео Обязательно Подпишись Да ставь свой лайк Мне будет приятно Тебе не сложно Дальше больше Дальше интересней Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok